Здравствуйте всем из Одессы, приветствуем! Мы сейчас собираемся в очередной раз в пункт гуманитарной помощи. Везем туда очередные пакеты, на этот раз нижнее женское белье. У меня тут такие летние женские детские трусики, бюстгальтеры. В общем, все не буду показывать. Один мешок, два, три. В общем, мы едем. Сейчас отвезем и потом пойдем прогуляемся по нашему любимому городу, так как мы будем в самом центре. В общем, мы выезжаем. Светлана в городе, город украшен, цветы кругом. А мы подъезжаем к улице Ришельевской. Помню, что центр гуманитарной помощи находится на Ришельевской, угол Жуковского. Это школа, 117-я. И мы уже почти подъехали. Все, Саша, вытаскивай. Складывай, складывай. Вот тут вот. Складывай здесь. Много очень людей там. Вот дедушка ругается, кричит, возмущается. И мы тоже поехали. Пошли, отнесем. А люди стоят в очереди на получение. Ну, а мы сейчас сдадим и поедем по своим делам. Здесь уже и так много вещей. Вот здесь получают люди. Все, иди, иди отнеси. Все, дай бог всем здоровья и мира. Люди носят ящик. Водичку можно попить. А вот приносят продукты. Редак, а вот приносят в ящиках мед, фрукты, хлеб. Это такие пайки. Пайки поесть. Первое, второе. Там ниже супчик. Вот супчик такой. Яблочко с хлебом. Ну, и водичку можно попить. В общем, и люди стоят, кто покушать. Вот здесь, вот здесь в этих пакетиках еда. Девушка рассказывает, кому помогают. Помогают только с регионов, где идут военные действия. А с других регионов спокойных отказывать приходится. Так что помощь в основном только тем, которые с горячих точек приехали, переселенцы. Да? Откуда вы приехали? С Николаева. С Николаева. Вот в Николаеве. Там, конечно, неспокойно, поэтому... Сегодня было уже тяжело. Сегодня еще. А вот, знаете, вопрос. Как вас приняла Одесса? Ну, какую помощь оказывали? Хорошо приняла. Мы тут, ну, как, приезжали летом. Нам здесь гости. Да, вы здесь гости, конечно. Мы тоже приходим, приносим по возможности, что можем. Кто-то выделяет какие-то денежные средства или что-то. Ну, по-другому, вы еще не получили. Пока еще не получили. Еще не получили. Ну, вообще обещают, да? Да, я с ребенком попала. Ну, потому что нам тоже интересно. Я не получила, но мои знакомые получили. Многие получили, да. Ну, обещают, что будет, да? Ну, чуть позже, может, я просто подала позже. Ага, спасибо. Ну, дай вам Бог здоровья. Да, ну и всем мира, всем мира. Воду тоже привозила Одесса, да? Самая вкусная вода была из Одессы, да. Одесса помогала, когда в Николаеве закончилась вода, правильно? Да, спасибо не такова. Да, да. Господи, Господи, врагу не пожелаешь, да? Врагу не пожелаешь такого. И мы, конечно, с ужасом думаем, если в Одессе начнется, что это будет. Ну, дай Бог, чтобы Одессу обошло всю стороной. Ну, а мы едем по нашему любимому городу, немножечко прогуляемся. На Преображенской у собора, на Соборной площади. И идем дальше в сторону пассажа. Ну, а вот вход в наш самый красивый пассаж. Это одно из красивейших зданий нашего города. Ну, и это вход с Преображенской. И есть еще вход в Дерибасовской. А мы сейчас зайдем сюда и выйдем на Дерибасовской. Ну, и тут открывается вся красота нашего пассажа. Вот такая здесь архитектура. Ну, а на первых этажах магазины, кафешечки. Ну, и вот внутренняя красота. Нереальная красота. Просто нереальная красота. А мы выходим на Дерибасовскую. Вот какие тут витрины. Такой вот с подсветкой. Там горсад. Здесь кафешки. Людей еще нету. Середина дня. Путний день. И, конечно, людей мало. Не считая того, что в городе очень много переселенцев. Но, как вы можете видеть, в городе немноголюдно. Нет у людей настроения особого. Потому что в стране хорошего мало. Хотя Одесса всех принимает. Одесса всем, как всегда, рада. Одесса всегда всех любит. Их не оставляет в беде. Одесса. По мере того, как кто чем может, тем помогает. Каждый старается уделить какую-то частичку своего внимания. Своей помощи, если не материальной, так хотя бы моральной. Это флаг Одессы. Фонтанчик в горсаду. Водичка. Свежий воздух. Красота. Люди на скамеечках отдыхают. Хотя мало людей. Ну вот, друзья, что я хотела вам сказать и показать. И мы, конечно, хотим сегодня пожелать всем Одесситам и гостям нашего города. Да-да, гостям. Потому что беженцы, переселенцы сегодня являются гостями нашего города. Которым мы, по возможности, хотим уделить как можно больше внимания. Хотим помочь не только материально, но и морально. И, конечно же, всем хотим пожелать мирного неба. И, главное, здоровья. Чтоб вы нам все были здоровы.